Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня хочу с вами поделиться одним очень интересным, быстрым и при этом вкусным рецептом. А делать мы будем картофельную бабку или картофельную запеканку. Для этого нам понадобится, конечно же, картофель. Я взял 7 штучек мяса, я взял свинину, грамм 350. Как видите, нарезал такими вот небольшими кусочками. Также нам понадобится 1 луковица, 1 морковь, яйцо и кусочек сала. Сало я предварительно засаливал с приправками, с тмином, с чесноком. Если кого интересует, то рецепт моего сала есть у меня на канале. А сало нарежем сейчас длинными брусочками. Примерно вам покажу, какие будут брусочки. Шкурку я срезаю лишнее. А брусочки получаются у меня в такие вот полосочки. Сейчас сделаю, как видите, сейчас сделаю на мелкой терке, натру картофель, нарежу лук, морковь. Морковь с луком буду пассеровать отдельно. Картофель на мелкой драмке натираем и выжимаем от лишней влаги. А лук, друзья, нарезаем покрупнее, чтобы его можно было хорошо почувствовать. Примерно вот так вот. Сейчас пропассеруем лук, морковь. Сначала в разогретое, раскаленное масло высыпаем лук, как видите, лук крупно нарезанный. Немножко его пропассеруем, а потом добавим к нему морковь. После того, как лук поменял цвет, добавляем морковь, хорошенько перемешиваем и продолжаем пассеровать дальше. И пока морковь с луком будут охлаждаться, будем натирать картофель. И заранее разогреем плиту до 200 градусов. После того, как натерли картошку, убрали лишнюю влагу, но не до конца. Влага какая-то должна оставаться в картофеле, чтобы он хорошо в духовке пропарился. Добавляем одно яйцо, столовую ложку соли и добавляем нашу пассеровку. И теперь нашу картошку с пассеровочкой очень хорошо перемешаем. Главное, не полениться. после того, как хорошенько перемешали, аккуратненько, равномерно выкладываем наш картофель в блюдо на мясо с салом. хорошенько разровняем и ставим в духовку на 160 градусов на 50 минут. И потом будем смотреть по готовности. прошло 30 минут, друзья, проверил запеканку. Теперь накрываю нашу запеканку фольгой и увеличиваю температуру до 200 градусов. и примерно 20-25 минут еще буду готовить и потом смотреть по готовности. Прошло 50 минут. Проверяю нашу бабку или запеканку, как у некоторых называется. Картофельная бабка называется в Беларуси. Я думаю еще минут 10 пусть постоит в духовке при температуре 200 градусов. И потом посмотрим. Прошел час и блюдо готово. 30 минут я подержал при температуре 160 градусов, не накрывая ничем запеканку. И 30 минут я подержал при температуре 200 градусов, накрыв запеканку фольгой. И получилось все замечательно. Сейчас немножко дам остыть и положу на тарелочку и попробую данное блюдо. Вот, друзья, так вот аппетитно все выглядит в тарелке. Для вас не прошло и секунды. А я уже немножко дал блюду подостыть. И теперь попробую со сметанкой, с огурчиками, с армянским перчиком острым. Ну, что хочу сказать. Блюдо полностью готово. Рекомендую, друзья, вам его попробовать, потому что этот вкус, ну, не передать словами, это круче, чем драники с мясом. Если вот вы ели драники с мясом, то вот эта бабка, она еще вкуснее, намного вкуснее. На этом, друзья, буду заканчивать данное видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч. .